Всем привет, с вами Денис Пахила. Это мой блог на телеканале Дом. Тут я рассказываю о том, как же дела обстоят у меня дома, на Донбассе. Незаконное вооруженное формирование ДНР объявили в розыск Дениса Куликовского. Это тот самый человек, которого украинские правоохранители подозревают в убийствах и в пытках в незаконной донецкой тюрьме изоляции. Так называемая генпрокуратура ДНР разыскивает Куликовского, чтобы судить его за так называемую государственную измену. В ДНР считают, что Куликовскому известны, я цитирую дальше, «сведения ограниченного доступа». И на данный момент, я снова цитирую, «он завербован украинскими спецслужбами». К такому выводу в группировки пришли после серии интервью и показаний Куликовского, которые, кстати, есть в публичном доступе. Проще говоря, незаконное вооруженное формирование, так же, как и их кураторы из России, попросту испугались, что Куликовский может рассказать очень много интересных подробностей с именами, фамилиями, должностями. Им плевать на то, что еще один человек из их обоймы рассказал всему миру, как ему молчаливо позволяли издеваться над людьми. А иногда наверняка в этом заключались его прямые обязанности. Это ничего. Всегда можно сказать, что он врет. Сложнее же обвинить человека во лжи, если он будет говорить о фактах, которые можно проверить. И для сотрудников российских силовых ведомств, которых, цитирую Путина, там нет, даже пара озвученных фамилий будет не кстати. Ну а самопровозглашенные власти ДНР тем временем говорят, что установили более ста эпизодов преступной деятельности Куликовского в Донецке, а именно травмы и увечья пленным в изоляции. В ДНР также признали, что Куликовский в 2015 году совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сам Куликовский говорил в признательном видео. Так что же, доблестные воины ДНР на страже порядка не пресекли эту бесчеловечность в лице Куликовского. Если верить его словам, после убийства он около трех лет оставался в изоляции не на должности, но при власти. По крайней мере, он по-прежнему мог причинять боль и страдания пленным. Опять же, большим пробелом остается информация о том, как именно Куликовский попал в Киев. И действительно находился ли он до этого в России. Я же напомню, подозреваемый по прозвищу Палыч был задержан в столице Украины в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ. Приморский районный суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 суток без права внесения залога. Тем временем еще один подозреваемый Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежище во Франции. По версии следствия, Евгений Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года исполнял распоряжение руководства изоляции. Бражников вернулся в Большую Украину после обмена пленными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, когда бывшие пленные дали показания СБУ, следователи заинтересовались Бражниковым. Несколько человек свидетельствовали, что Бражников не был простым пленным либо же заключенным. Он выполнял преступные приказы и тем самым содействовал военным преступникам. Хотя сам он неоднократно говорил, что его принуждали и на самом деле он всего лишь жертв. Адвокат Бражникова подал в суд письменное ходатайство об участии своего подзащитного по видеоконференции. Самого адвоката на заседании в конце ноября не было. В прокуратуре говорят, что о статусе Бражникова вообще ничего не известно. Ну а адвокат не предоставил никаких документов об этом. Как я понимаю, есть определенные риски, что обвиняемый в тяжких преступлениях сбежал. Этот судебный процесс находится на подгодовительной стадии уже полгода в деле девятеро потерпевших бывших узников изоляции. Думаю, если Бражникову все же удалось сбежать, он это сделал еще несколько месяцев назад, когда его поместили под домашний арест. Друзья, конечно же, я буду следить за развитием этой темы. Самое важное жизни Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения смотрите здесь на нашем ютуб канале. Напоминаю еще вам, что на него нужно обязательно подписаться, поставить лайк этому видео и написать свой комментарий, что вы думаете о озвученных фактах в этом видео. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok